Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и с вами подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Что там с вакциной от коронавируса? Вирусологи уже нашли серебряную пулю, которая победит пандемию. И она вообще нужна, эта серебряная пуля? Вон, мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что больше половины столичных жителей уже переболели. Ну и, наконец, вторая волна коронавируса на Земле все-таки будет или нет? На все эти вопросы в подкасте «Что случилось?» ответит научный редактор «Медузы» Александр Ершов. Вот-вот ответит. Потерпите чуточку. Сейчас будет небольшая отбивка, но вы ее не заметите. Это как комарик укусит. Александр Ершов, научный редактор «Медузы» с нами. Привет. Давно мы не говорили, и ощущение, будто нет ковида уже никакого, что прошла эпидемия. Привет. Нет, она не прошла. Что, кстати, с эпидемией в России и в мире? Официальные цифры, особенно наши отечественные, говорят, что меньше и меньше активных случаев. И тут как бы заговорчески тебе подмигиваю, а на самом деле как? А на самом деле как? Мы не знаем. Чем меньше и меньше официальные цифры, тем меньше им лично у меня Александра Ершова веры. Дело в том, что это не новости июля, это новости мая. То, что у нас в официальных цифрах особенно и прежде всего по регионам стали появляться такие странные и необычные явления, как повторяющееся число ежедневно зарегистрированных случаев, там, 99, 97, 98, 99, а также так называемые рыбки, когда по региону, допустим, по столице области, по главному городу у нас есть роз, а в это время спад по остальным районам. Получается, в целом ситуация какая-то более-менее стабильная, а при этом две вроде бы независимые величины, которые никак совершенно не влияют друг на друга, они вдруг начинают как-то коррелировано двигаться. В общем, это всё-таки признаки явных аномалий в статистике, поэтому что происходит в России с коронавирусом достоверно, мне, по крайней мере, неизвестно. Но надо сказать, что навряд ли мы наблюдаем какой-то значительный всплеск, который не виден, потому что тогда это было бы видно в просто статистике по больницам. Такие вещи, как переполненные больницы, скрыть сложно, даже если очень тщательно что-то рисовать. Но качество той статистики, которую мы имеем сейчас, оно не идёт в сравнении с тем, что было в начале, там, до мая. Ну, как-то примерно так. По наполнеемости больниц видно, что в целом скорее или снижение, или стагнация, и есть очевидное научное объяснение происходящему в России со статистикой. Наверное, Россия попала в зону какой-то математической аномалии. Вот что не считают в нашей стране последние месяцы, всё получается как-то очень странно. Ничем, кроме космического излучения, объяснить нельзя. Ни голосование по Конституции, ни статистику по коронавирусу. С этим разобрались. Давай поговорим с тобой про вакцину. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» сказал, что изобретена первая вакцина от коронавируса, и она наша, российская. Цитата. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра имени Гмалеи уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, почувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, заявил он. Потом Минобороны сказала, что нет, ещё не всё готово, много работы, испытания ещё предстоят. Массовое производство в августе невозможно, как это заявлялось ранее. Потом Блумберг чуть раньше говорил, что вакцину в России сделали, и отважные представители российского истаблишмента её испытали. И, Саш, я запутался. Что из этого правда? Что из этого возможно? А что из этого информационный шум? Есть вакцина или нет? Скоро она будет? Смотри, мы с тобой говорим об этом чуть-чуть раньше, чем выходит текст, который посвящён именно этой теме. Я надеюсь, что всё будет очень хорошо, и уже завтра мы ответим на все эти вопросы. Значит, что я могу сказать... Прости, тем, кто не слушает и читает «Медузу», хочу сказать, что да, мы записываемся 21 июля во вторник, и вот в среду завтра выйдет и подкаст, и текст. Да, ну, в общем, в двух словах следующее. Действительно, вокруг российской вакцины очень много информационного шума. Мне, Светлане Рейтер, корреспонденту «Медузы», удалось поговорить именно с научным руководителем этой разработки, поговорить из первых рук, не через множество-множество пиар-прослоек, людей, которые отвечают именно за освещение этой темы, а вот с теми людьми, которые непосредственно взаимодействуют с мышами и знают, чем отличаются CD4 от CD8 клеток. Сделаю вид, что я понял, что ты имеешь в виду. Окей, это всё как бы про легамены. Значит, к сути. Суть заключается в следующем, что вакцина, как сообщают нам её создатели, действительно существует. Но! И тут огромное большое но. Она заключается в следующем, что создать вакцину – это одно дело. А создать работающую вакцину означает испытать её и получить данные испытаний. Как нам рассказывал создатель нашей вакцины Денис Лагунов, в принципе, эта работа по созданию вакцины заняла у его группы около двух недель. В конце февраля это произошло. А вот дальше происходила именно отработка и наблюдение сначала на животных моделях самых разнообразных. Там не только мыши, но и хорьки, и два вида приматов, мартышки. В общем, преклинические исследования были проведены. Они наблюдали и антитела, и клеточный иммунитет у животных. Затем вакцина была колота добровольцем. Так как это бывает с любым абсолютно препаратом, это не то, что вакцина чем-то отличается от, не знаю, аспирина, с любым фармакологическим препаратом. Есть несколько стадий проверки того, что вакцина безопасна и эффективна. Сначала проверяется безопасность, а потом эффективность. Этот процесс делится на фазы. В первой фазе участвует небольшое число людей, где проводится именно проверка безопасности, что у них нет никаких сильных реакций. Затем проводится более расширенное исследование. Называется вторая фаза. Там участвуют уже под сотню добровольцев. Потом третья фаза. Она может быть тысячи, может быть не так много людей. Только после этого можно будет сказать, что препарат зарегистрирован на коммерческое применение. Так вот, то, что сейчас, как нам пишут в СМИ, то, что сейчас завершено, под этим фразой имеется в виду завершение первой фазы исследований. То, что на первой небольшой группе добровольцев там всё прекрасно известно, опубликовано в открытых источниках на базе клинических исследований. Две группы по 38 человек добровольцев, которым кололи эти препараты. И всё новое, что мы можем подчеркнуть из СМИ, заключается просто в том, что у этих людей нет каких-то существенных, каких-то важных, запретительных в смысле продолжения исследований побочных реакций. После этого уже будет испытано вакцина на сотни человек и пойдут следующие фазы. Что касается эффективности вакцины, то тут немножечко сложно, потому что это вопрос немножко подхода. При наиболее строгом подходе, ну, можно было бы сказать так, что вакцина эффективна только тогда, когда мы статистически знаем, что она защищает людей от заболевания. А для этого нам бы понадобилось, ну, или заражать добровольцем коронавирусом, или смотреть на многолетние исследования про то, что такие люди вакцинирования, они реже болеют. Как ты понимаешь, это даже не месяц, это может быть год, полтора и так далее. Именно таким образом испытывали вакцины от ВИЧ, которые, надо сказать, ещё до сих пор ни одна не работает. Так проверяют эффективность вакцин других, там, папилломы, например. Что касается такой острой ситуации, которая сейчас образовалась с коронавирусом, понятно, что такой подход не вполне уместен здесь и сейчас. Поэтому можно смотреть на косвенные признаки эффективности и смотреть на то, что, например, вырабатываются у людей, которым вводили вакцину, антитела. Также вырабатываются у них клетки иммунной системы, которые обеспечивают иммунитет без антител, так называемые Т-клетки. Смотреть на такого рода косвенные данные и в сочетании с данными по животным, с которыми всё-таки можно провести быстрый эксперимент, заразив вакцинированных животных и посмотрев, что они здоровы, вот в сочетании одно с другим даёт нам какое-то представление об эффективности. Но опять-таки стопроцентными эти данные называть нельзя. Вот примерно такая ситуация сейчас наблюдается у нас. И ещё я важную вещь хочу добавить, что по нашей вакцине из Института Гамалеи, если всё пойдёт хорошо и Минздрав её зарегистрирует, она будет доступна для ограниченного временного применения в группах риска уже после вот этой первой фазы. Это возможный способ действия, так иногда поступают. То есть, что это означает? Это временная регистрация до проведения всех последующих фаз, второй и третий. Пока давайте вколем медикам и, не знаю, самым уязвимым группам, например, если мы чувствуем, что они подвергаются опасности. Слушай, я хочу тебя про вакцину ещё спросить, и во мне борется любознательный школьник с урока биологии и журналист. Давай всё-таки журналист победит, тем более он такой желтоватый. Видимо, у него, не знаю, от чего желтеют? От болезни печени, да? У него, видимо, гепатит, поэтому пропустим его вперёд, ему плохо. А вот эта история с Блумбергом, который говорит, что эстеблишмент, представители бизнеса и власти получили разработанную в секретных военных лабораториях вакцину, это всё несостоятельно. Это какой-то отзвук непонятной информации, да? Скорее всего, дали добровольцам, и так американские журналисты это трактовали. Ну, то есть, ничего в этом загадочного и тайного нет. Слушай, мне очень сложно комментировать новости и сенсации, написанные по источникам, потому что я, в принципе, никогда не работаю с источниками, я работаю только исключительно с открытой и понятной информацией. Как научный журналист, поверьте мне, открытой информации гораздо больше, и она гораздо более качественна, чем любые источники. Видимо, это тот самый пример. Что имел в виду Блумберг под секретным тестированием людей или секретным использованием этой вакцины, может быть, имелось в виду то, что некоторые из добровольцев, которые участвовали в этом исследовании, были не совсем простыми добровольцами. То есть, это утверждение такое очень сомнительное, что значит, обычный или необычный добровольец. Но мы о них, об их никаком социальном статусе ничего не знаем и не должны знать по этическим причинам, кроме того, что им вводили вакцину, и каждый из них ввел дневник добровольца, на каждого из них есть бумага, и все эти бумаги подаются при регистрации. А кто именно был добровольцем в данном случае, ну, это уже с точки зрения медицины не важно, их социальный статус. А вот с точки зрения политической, ну, я предлагаю подумать так. Вот если бы вы были в такой ситуации, что вы можете стать добровольцем, но при этом вы занимаете высокий пост, вы скорее бы доверились российским ученым испытать на себе вакцину, или скорее бы подождали, как ее испытают кто-то другие. Каждый вольно ответит самостоятельно на этот вопрос. Теперь вопрос от школьника. Я слова про легамены или Т-клетки не буду употреблять, но объясни мне, пожалуйста, про вакцину вот что. На уроках биологии, в той самой школе средней, в которой я учился, мне говорили, вакцина – это когда тебе вводят ослабленный вирус, и твоя иммунная система дает ответ и запоминает эту инфекцию, и потом успешно с ней борется. Но писали, когда про коронавирус, в СМИ, что переболевшие COVID-19 не получают долговременного иммунитета. Я ошибаюсь, вакцина возможна в таком случае, и как долго она может действовать, если люди, которые буквально переболели уже через месяц, или два, кажется, лишаются этого самого иммунитета. Ты совершенно ни в чем не ошибаешься. Тут, если кто и ошибается, то люди, которые делают слишком громкие заявления о том, насколько мы знаем сейчас природу иммунитета коронавируса. Значит, короткий ответ такой. Никому не известно, как будет держаться иммунитет к коронавирусу. Вирусы бывают разные, и иммунитет к ним тоже бывает разным. Бывает, например, грипп, к которому довольно быстро падают антитела, и через уже пару лет ты можешь переболеть снова. Бывают другого рода болезни, где пожизненный иммунитет вырабатывается. Что касается именно группы бета-коронавируса, к которым относится наш нынешний герой, про них известно, что иммунитет к ним бывает как среднесрочным, то есть он держится, допустим, полгода или несколько месяцев, так и довольно долгосрочным. И это характерно для самых тяжёлых коронавирусов. Это SARS-1, это атипичная пневмония, и MERS, ближневосточного респираторного синдрома. То есть тут есть некоторая корреляция. Мягкие, лёгкие коронавирусы, про которые обычный человек вообще не знает, и которые вызовут обычную простуду, к ним иммунитет держится не очень долго. Те, которые потяжелее, к ним иммунитет держится довольно долго. Но и то, и другое измеряется полугодом как минимум. То, что уровень антител у переболевших людей падает, и особенно быстро он падает у асимптотика, у тех, кто переболел без ярко выраженных симптомов, это нормально. Это абсолютно нормально. И это совершенно не говорит о том, что иммунитета как бы нет. Потому что помимо вот этой видимой части иммунитета, видимой части айсберга, которая называется антителами, есть ещё клетки памяти, которые существуют, и которые могут быть в спящем состоянии, а потом при возникновении новой инфекции они могут реактивироваться. Вот как будут реагировать эти клетки памяти при новой реактивации коронавируса через год или через два, никто сейчас не знает. Это совершенно неизвестно. Если брать и родственников коронавируса, то можно примерно представить, что иммунитет может быть или среднесрочным, или довольно долгосрочным. Основание считать, что иммунитет исчезает, и мы все будем болеть, значит, коронавирусом теперь каждый год или каждый месяц или каждую неделю. Основание считать так нет. Повторных заражений, достоверно известных повторных заражений, на данный момент тоже нет. Про это было очень много разговоров, но, собственно, я даже не понимал никогда вокруг чего спор, потому что совершенно чётко было понятно, что дело просто в плохих тестах. В том, что ПЦР-тесты не очень надёжные при этом вирусе. Поэтому никаких достоверно известных случаев повторного заражения нет. Ожидать того, что у нас иммунитет исчезнет очень быстро, тоже оснований нет. Это немножечко всё хайп. Ты успокоил, а ещё больше успокоил, Сергей Семёнович Собянин, мэр, почти победивший заразу Москвы. Он сказал, что у 60% москвичей, и тут непонятно имеются в виду те, кто с пропиской или без, прости за иронию, так вот, что у 60% москвичей есть иммунитет от коронавируса. Откуда Сергей Собянин это знает? Ну, кроме того, что он очень проницательный и совершенно выдающийся государственный деятель, и всем нам повезло быть его современниками. Вот я бы с удовольствием поговорил с Сергеем Семёновичем на эту тему. Я не знаю, откуда он это знает. И как бы хочется сделать какой-то такой жест. Скажи, что он ошибается, и на самом деле у 59% есть иммунитет, а не у 60%. Но это тоже будет такой же уровень информированности. Как у нас говорили в деревне, его бы слова да богу в уши. Это прекрасные новости, если бы это было так, только я не вижу никаких оснований так считать. Видимо, у меня есть некоторое предположение, но это вот сейчас полностью и целиком моё, Саша Вершёва, предположение о том, что Сергей Семёнович прочитал статью, опубликованную на сайте припринтов биоархив, статью за авторством группы из Каролинского университета, которая утверждает, что некоторое число переболевших людей, переболевших бессимптомно, не вырабатывают антител, но при этом вырабатывают иммунитет на основе Т-клеток, на основе клеток иммунной системы. Действительно, увидеть иммунитет в клетках существенно более трудоёмкая задача, чем просто сделать тест на антитела. Для этого нужны специальные приборы, это надо делать в лаборатории, это очень дорогостоящие, сложные исследования, но так сделать можно. Вот когда они это сделали, они увидели, что некоторый иммунный ответ среди этой группы бессимптомных людей, он есть. Но, первое, этот ответ существенно меньше, чем у людей переболевших, что тоже вполне естественно. Второе, мы не знаем, является ли он защитным, то есть, если у тебя есть какой-то иммунный ответ, это не значит, что его хватит для защиты от заболевания. Третье, доля этих людей совершенно не ясна, и шведскими учёными она не обсуждается. То есть, они говорят, что есть такие люди, надо бы их поисследовать, но делать вывод о том, что это просто фактор 3, что надо взять число переболевших и умножить их на 3, это абсолютно такого вывода сделать из этой статьи невозможно. Тут есть некоторые перепевки этих работ от наших других исследователей, например, Павел Волчков из МФТИ, мой однокурсник, говорит и считает о том, что, видимо, иммунитет очень серьёзный. Но, опять-таки, повторюсь, дай бог, чтобы он был прав, дай бог, что Сергей Семёнович был бы прав. К сожалению, я не вижу оснований считать, что у нас сейчас есть достаточно данных о том, чтобы говорить о полном иммунитете. Также предлагаю обратить внимание на ситуацию в Петербурге. Если в Москве исследование проводилось с силами московской мэрии и публиковалось, и все эти данные публиковались от него, то в Санкт-Петербурге есть Европейский университет, который проводил аналогичные исследования, но, простите за субъективизм, но правильно. То есть, там была случайная выборка, она была скорректирована, там люди смотрели за тем, чтобы увидеть количество антител именно по городу, а не среди людей, которые приходят их сдавать. Потому что, если просто смотреть, кто приходит к тебе сдавать антитела, то, естественно, там будет под 100% людей переболевших, они хотят знать, переболели они или нет. А случайная выборка – это данные совершенно другого качества. Вот по Петербургу переболело около 8% людей к настоящему моменту. Как Питер тогда так сильно отличается от Москвы, это, простите, мне неизвестно. Тем более, что это не подтверждается и московскими данными коммерческих клиник, в которых видно, что переболевших существенно меньше, чем 20%. При этом коллективный иммунитет вырабатывается, когда какая часть населения переболеет? Это зависит от свойств вируса, это считается прямо по формуле от этого пресловутого R0. В общем и целом около 60-80%. Дадим это крупным окном. Если вирус сохранит нынешние характеристики, которые оцениваются R0,2, 2,5,3. В общем, очередная цифровая аномалия в нашей стране. Скажи, пожалуйста, про вторую волну. Пора медузию закрывать свою рассылку вечерний коронавирус или еще не пора и в мире, и в России вторая волна будет, потому что ни 60%, ни тем более 80% нет, видимо, ни в каком городе. И нам не время покупать авиабилеты куда бы то ни было. Это самый тяжелый и самый сложный вопрос. Вообще ситуация с коронавирусом немножко трагикомическая возникает, потому что статей о заболевании становится все больше. Их выходит под сотню или больше в день. Их больше 6000 сейчас на сервере припринтов, плюс еще все, что публикуется в отдельных журналах. В общем, в эту область пошли все, кто мог. И хайп вокруг разных исследований очень большой, недостойный их качества. Это, к сожалению, просто информационный вал, с которым очень сложно справиться. Вопрос о том, будет ли вторая волна, самый сложный и непонятный. В чем дело? Дело в том, что по состоянию на начало мая мы были уверены, что вторая волна обязательно должна быть по тому, что были моделирования заболевания на этот счет и по всем характеристикам вируса. Что мы видим сейчас, спустя несколько месяцев? Мы видим, что в некоторых странах вторая волна действительно яркая, видная. И, например, посмотрите на данные по Израилю, это прямо воспроизведение всех страшных слов моделиста. Действительно, там явная, четкая вторая волна. Есть Марокко, есть другие страны, есть Иран, где этих волн очень много, но там, правда, со статистикой есть свои проблемы. Сейчас ответить на вопрос, будет вторая волна или нет в России, мне очень сложно, потому что, с одной стороны, у нас нет достоверной статистики, во-вторых, видимо, поведение людей действительно очень сильно изменилось. И тот вирус, которым он был в начале, то есть, вирус остался тем же самым, но характеристики его распространения в популяции изменились. Измененное наше поведение, ношение масок, ношение перчаток, все эти мелкие меры по дезинфекции и всему прочему, они дали кумулятивный эффект, и сейчас вот тот пресловутый R0, то есть, скорость его распространения в популяции совсем не та, что была в феврале. Поэтому, может быть, вторая волна будет у нас просто тлеющим плато, и никакого резкого такого всплеска не будет. Мы просто будем с ним жить, пока не достигнем какого-то уровня популяционной иммунитета. Плюс вакцина. Спасибо большое. Научный редактор «Медуза» Александр Гершов был с нами. Не рассчитывайте, что вы получите вакцину в сентябре. Простите, этого не будет. Вот, это мы запомнили. Удачи, спасибо. Пока. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий выпуск был посвящен тому, как дело хабаровского губернатора Сергея Фургала ввергло в политический кризис Дальний Восток и стало вызовом для одного из столпов путинского режима политического проекта под названием ЛДПР. Вы можете послушать любой выпуск нашего подкаста в удобное для вас время. Заходите на сайт Медузы или в наше мобильное приложение. Также мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, в CastBox и на Яндекс.Музыке, а еще на YouTube и на всех остальных основных платформах. Пожелания и предложения ждем на почту, адрес подкаст собакамедузы.io и в Telegram Meduza Loves You. Всего хорошего.